АРХИСКИЙ ЛИК Здравствуйте, Владыка! В этом году Пятигорская Черкесская епархия отмечает 10 лет с момента ее образования. Какие итоги можно подвести за эту десятилетку? В десятилетках хорошее слово сказали. Это жизнь. Вы знаете, я, рассматривая эти минувшие 10 лет, рассматриваю ее через призму не просто каких-то произошедших событий, конечно, прежде всего людей. Людей, с которыми познакомились, людей, которые стали не только сотрудниками в нашем общепархиальном деле, таких дел, слава Богу, немало, а людей, которые стали большими новыми друзьями, поддерживают во всем, и людей, на которых можно опереться. Вот эти 10 лет стали приобретением. Конечно, они выражаются в некоторых цифрах. Было-стало в количестве храмов, в количестве священников. Они, конечно, у нас изменились в сторону увеличения, но это естественная потребность, потому что она была связана с новыми общинами, которые появлялись в новых населенных пунктах, а также в тех пунктах, где раньше этих общин не было. Но теперь это стало возможным. Ну, например, у нас в нашей республике за эти 10 лет добавилось 14 новых общин. При этом есть такие общины, которые еще не имеют своего храма, а собираются в каком-нибудь небольшом помещении, здании, которое арендуют или которое предоставляется, и там проводят богослужения, встречаются, общаются, поддерживают друг друга. Эти общины стали тоже таким маленькими новыми семьями. Они вдохновляют людей. А самое главное, они ту землю, то село, в котором живут люди, сделают еще дороже, еще ближе. То есть это еще один плюс к тому, чтобы продолжать трудиться и жить на своей родной земле. Из всех знаковых событий, конечно, я бы на первое место поставил долгожданное освящение Кафедрального Никольского собора, восстановленного в столице нашей республики, в городе Черкесске. Событие, которое произошло в 2012 году, буквально в первый год образования нашей епархии, стало для всех нас таким, знаете, большим радостным событием, таким, если можно сказать, флагманским событием. Потому что ведь это был вопрос, связанный не просто в том, что появился новый храм, а восстановлена историческая справедливость. А когда восстанавливается историческая справедливость, значит, есть и историческая перспектива. Не ретроспектива, как раньше было, что там было. А есть то, о чем мы говорим, как о явлении, дающем реальную надежду. И что стало продолжением этой надежды? Наша классическая гимназия. За что я особо благодарен руководству нашей республики, лично Рашиду Борисбевичу Тимрезову. Потому что прекрасное здание, оборудованное по всем современным требованиям, дает возможность особого, однокультурного, образовательного процесса в стенах этой замечательной гимназии. Дает классическое образование. И вместе с этим одним из основных аспектов изучения в этой гимназии, конечно, история родной республики, родной земли, древних святынь земли. Из ярких событий, конечно, это еще и строительство храма в Кавказском. Там, на самом деле, все получилось настолько удивительно. И мне это особо радостно, потому что этот храм один из первых встречает наших гостей, которые едут со стороны кавказских минеральных вод к нам отдыхать. И он находится рядом, через дорогу с мечетью. И вот когда ты смотришь вот это добрососедство в классическом стиле, выстроенный русский храм, а через дорогу находится мечеть с минаретами, мы понимаем, что мы действительно живем вместе. Мы соседи друг для друга. И такое соседство приносит тоже вот эту внутреннюю надежду, что вот он самый зримый, яркий символ этого соседства. Из таких же событий, на которые до сих пор переживаются, открытие радиоверы. Надо сказать, что православное радио на Северном Кавказе впервые начало вещать именно в нашей республике. И это действительно историческое событие, которое произошло в 2015 году. Появился такой новый контент в эфире. Ну не говоря о тех программах, которые мы сами выпускаем в наших социальных сетях, на государственном телевидении, но вместе с этим еще и вот эфирное вещание. И это радио также рассказывает не только о такой, знаете, общероссийской, там, общесурковной повестке. Очень много там и программ о наших святынях, об истории наших городов на территории республики, станиц, об истории общин наших храмов. Для меня это тоже очень большое радостное событие, потому что обретен голос, который узнаваем и который полюбили в нашей республике. А вообще, как епархия взаимодействует с правительством Карачаева Черкесской республики? Вы знаете, мне всегда на этот вопрос отвечать легко, потому что всегда легко говорить то, что есть на самом деле. Это не просто поддержка или понимание. Это, знаете, общий взгляд в одном направлении. Каждый по-своему выражает вновь в силу своего призвания, любовь к своей родной земле. Мы, сохраняя неотъемлемую часть культуры нашей республики, православную, христианскую культуру, которая насчитывает не одно столетие, не один век, взять наши древние алландские храмы, самым убедительным образом свидетельствующие о древности христианской традиции на этой замечательной древней земле. Мы действительно стараемся делать одно общее дело. И когда мы встречаемся с главой республики, я встречаюсь с главой парламента, то самый первый вопрос, чем мы можем быть полезны друг другу. Вот, к примеру, прошедший год, пандемийный год, очень непростой год. И только все это началось, и когда мы созваниваемся или вот видимся, ну, первый вопрос, конечно, как самочувствие, как родные, как близкие, а потом, а что мы можем сделать для людей? А давайте, Владыка, вот мы, дайте мне список людей, которые сейчас особенно нуждаются в помощи. И мы передадим ее в общины, а вы сможете уже доставить тем людям, о которых вы знаете. А давайте поддержим этих людей. А как наши общины справляются? Ведь многие из них во время этой пандемии, да практически все храмы были, без прихожан остались, и богослужения совершались без присутствия прихожан. Но не без присутствия друзей, которые поддержали. А что нужно сделать, чтобы община продолжала стоять, потому что она существует на пожертвования, а коммунальные услуги, а прочие. А давайте найдем друзей и попросим их оказать поддержку. Это было сделано. Я за это особо и очень искренне благодарен. Вы знаете, я не чувствую вот этого, это ваше, а это наши проблемы. Есть самое приятное чувство, и такое внутреннее, как кахказская даже, такая некая гордость, если так можно сказать, именно в этом смысле, что мы действительно живем дружно вместе. И у нас общие проблемы, общие задачи. Раз мы с вами заговорили о помощи, которая оказывалась во время пандемии, вообще насколько активно в храмах Карачао-Черкесии ведется социальное служение? Практически во всех храмах еще до пандемии времена появились благотворительные трапезные столовые, где просто человек может прийти и покушать. При этом, знаете, ведь никто никогда не спросит какого-то религиозного взгляда или какой-то национальности. Если пришел человек и говорит, что мне нужна помощь, этого достаточно для того, чтобы к нему отнестись по-человечески. А во время пандемии вот этого периода у нас появились добровольцы. При этом вижу их, смотрю, ну понятно, что ребята коренного населения, которые к христианской традиции не имеют никакого отношения. Но так по-человечески. Вот я слышал, нужна помощь, нужен водитель, а я могу отвезти, я могу доставить. Пожалуйста, только дайте адресы, и можете быть уверены, мы эту продуктовую помощь доставим. Это была адресная продуктовая помощь, лекарственные средства. Помощь тем людям, которые, находясь в самоограничении, не могли выйти на улицу. И вот тогда наши молодые волонтеры помогали им просто пойти сходить в аптеку или в магазин, купить все необходимое. И эта помощь продолжает по сей день осуществляться. Мы создали на территории всей епархии единый номер поддержки, социальной помощи, на который может позвонить любой человек и сказать о том, что он нуждается в такой помощи. И обязательно к нему придут наши добрые друзья. А вот насколько часто вы бываете в Карачао-Черкесии? Всегда очень сложно. Вот знаете, где больше времени я провожу, потому что это действительно и богослужения, которые регулярно и часто совершаю во всех храмах нашей республики. Но еще вместе с этим это друзья, которых встречаю, и которым с особой радостью показываю наши древние святыни. И, конечно же, то, чем славится наша республика, наши удивительные красивые места. Вот единственное, что отдыхать пока еще не получается, хотя уже столько немало сделано. И, казалось бы, можно бы подумать о каком-то таком перерыве, если так можно сказать. Но в дружбе перерыва не бывает. И поэтому все знаковые мероприятия. С большой радостью отзываюсь на приглашение. Меня Исмаил Хаджи приглашает на какой-то там межконфессиональный форум, на какое-то важное событие в УМИ. Я всегда с большой радостью принимаю это приглашение, принимаю участие, приезжаю и разделяю радость со своими собратьями о событиях, которые они переживают. Тоже, кстати, там связаны с юбилеями, с личными юбилеями. Представители разных иных структур открывают здания. Вот недавно открыли новое здание Министерства внутренних дел нашей республики. И, конечно же, мы с Исмаил Хаджи были рады получить приглашение, чтобы просто поздравить с новосельем и выразить надежду, что в том числе благодаря подобным усилиям правопорядок будет первенствовать на нашей территории. Как вообще складываются Ваши взаимоотношения со священнослужителями Карачаева-Черкесии? Может быть, они обращаются к Вам с какими-то просьбами? Есть ли обратная связь от Вас? Конечно. Ну, все вместе переживаем. Вот недавно мы переживали, как у одного из священников трагически погибла его дочь. Ну, как не приехать в этот день просто вместе с батюшкой, с его матушкой, не поскорбеть, не поплакать, не помолиться. Ну, а потом приезжаю, смотрю, вижу, что-то они так немножко, ну, тяжело. Говорит, так, вот Вам путевка в один из санаториев на Кавказском не ранее годы. Нужно подправить здоровье, нужно Вам побыть вместе в новых условиях, нужно обязательно укрепиться, потому что Ваше здоровье очень нужно для Ваших прихожан. Батюшка должен быть в форме, чтобы продолжать совершать богослужение. Радуюсь, когда мне приносят дипломы о, допустим, окончании высшего учебного заведения. Вот из 23 священников у нас, у 11 священников высшее образование. И у всех священников духовное высшее образование. Я говорю о высшем светском образовании. Вот недавно священник приносит мне красный диплом с отличием. Получил высшее, закончил светское образование. Я порадовался, конечно, вместе с ним. И когда приходят священники и говорят, что хотел бы продолжить учиться, мы окажем не просто такую, знаете, такую одобрительную помощь, мол, да, хорошо. Оплатить дорогу, обучение, проезд, какие-то еще необходимые расходы. Обязательно, конечно, подключаемся. Кроме того, также оказывается поддержка и малообеспеченным священникам, многодетным священникам из нашего общеепархиального строковного бюджета. Они также получают эту помощь и ежемесячную поддержку, что дает им возможность уже так не заботиться только о хлебе насущном, но в большей степени посвящать себя служению. Многие священников совмещают должности в нескольких приходах. Обусловлено то, что небольшая, маленькая община, и таким тоже помогаем. И я очень рад, и хотел бы здесь выразить свои слова благодарности. Руководство нашей республики тоже активно помогает. Вот недавно для одного из таких приходов был подарен автомобиль. Это стало просто такой пасхальной радостью еще до Пасхи, потому что, конечно, у батюшки несколько общин, и ему очень тяжело каждый раз искать какую-то машину, чтобы добраться туда или туда, а здесь такая поддержка очень-очень кстати. Ну и, конечно, радуюсь и личной жизни священника. Вот я знаю некоторые цифры, к примеру. За эти 10 лет в семьях наших священников родились 14 детишек, а двоих взяли на опеку в свои семьи из детишек, из детских учреждений. И для меня это тоже большая радость. Вот это и есть наша епархиальная жизнь. В последнее время в церквях и храмах можно наблюдать такую картину, что службу совершают священнослужители молодого возраста. Вообще, можно ли доверять им вот такие ответственные послушания? Вы знаете, действительно, мы за эти 10 лет стали еще и свидетелями смены поколений. И особенно это действительно, вы спасибо, что заметили, обратили на это внимание, смены поколений священнослужителей. Как раз выросло новое поколение, которые закончили духовные семинарии, духовные академии и теперь уже трудятся на своих приходах. При этом это священники из этих же приходов, из этих же общин. Ведь раньше чаще всего происходила другая ситуация. Священника присылали с какого-то другого места, но теперь у нас уже, можно сказать, с уверенностью появилась своя школа. Уже появились свои кадры. И они имеют хорошее образование, в том числе и светское высшее образование, имеют определенный уже теперь опыт, по несколько лет служат. Но самое главное, имеют поддержку и любовь прихожан. И в этом смысле я очень благодарен, конечно, и жителям нашей республики за то, что они так поддерживают семью. Приехал молодой батюшка, уже смотришь, через некоторое время там семья, что-то уже несут там, вот у вас же там семья, там же ребенок маленький, детки, вот вам что-то там для ребенка, принимают как свою семью. И такая поддержка, конечно, очень и очень ощутима и очень радует. При всех храмах существуют воскресные школы. Они есть и в Карачаево-Черкесии. Вообще, насколько активно дети посещают такие занятия? Да, воскресная школа – это неотъемлемая часть жизни общины, потому что община в том числе состоит из наших самых юных и маленьких прихожан. И при каждом храме действует воскресная школа. Где-то она побольше, где-то она поменьше. Это обустовлено разной возможностью. Но при этом хочу отметить, что во всех воскресных школах трудятся профессиональные преподаватели. И спасибо им большое за это. Это люди с педагогическим образованием, которые многие из них работают в обычной школе или в детском саду. Но человек верующий и при этом хотел бы еще потрудиться на благо для воскресной школы. Очень часто при воскресных школах организуют разного рода кружки. Или, как сейчас еще модно говорить, разбивалки всякие, связанные с рисованием или изучением языка. Очень таким востребованным направлением является еще и изучение собственной земли. Проще говоря, какие-то походы. И, кстати, именно так родился один очень интересный проект нашей республики. Это молодежный лагерь, который проходит в Марухе. Он стал теперь уже регулярным каждый год. И там собирается по несколько десятков ребят из нашей республики. Приезжают нам гости из соседних территорий. Это дети из разных семей. Не только из православных семей. Это дети из семей, которые, может быть, совсем еще не воцерковлены. Или только начинают свое воцерковление. Это дети из многодетных, малообеспеченных семей. И вот оказаться в таком лагере, где практически нет связи, а значит нужно учиться общаться. Вот что называется такая развиртуализация, говоря современным языком. Это очень здорово развивает их дружбу. Они знакомятся друг с другом, а потом продолжают дружить. Живут в разных городах, селах, станицах. Но вот эта дружба тоже дает очень большую поддержку. И, конечно же, вот эта гимназия, о которой я сказал, она также дает уже такое классическое православное образование, православный компонент в рамках государственной программы, основ православной культуры. Что вот тоже является такой хорошей поддержкой для наших школ. Владыка, ну и последний вопрос. Какие планы на следующую десятилетку? Ну, наверное, из самых главных, основных планов на будущее, мы, конечно, надеемся на продолжение развития паломничества к святыням нашей древней земли. Это древние храмы. Этот удивительный, на весь мир теперь уже известный архийский лик на скале. И сегодня нужно подумать о таком профессиональном уровне развития этого паломничества. Оно сегодня осуществляется, но, на мой взгляд, потенциал здесь еще не исчерпан. Нам необходимо подумать о создании таких условий, которые были бы приемлемы для паломников, и они для себя бы открывали наш древний благословенный Кавказ. Ведь не случайно мы нашу республику называем еще и Кавказской купелью, потому что, с точки зрения истории, христианская традиция в наших землях зародилась раньше, чем в Киевской Руси. И первые народы, которые принимали крещение, предки современных народов здесь, в этой земле, об этом ярким образом свидетельствуют. Я думаю, что это тоже очень интересно. И для жителей нашей страны, и для наших гостей. Ну и, конечно же, вот я думаю, сколько бы дать поручения, чтобы еще в детишек наших семьях, у священников родилось. Обязательно, обязательно поддерживать многодетные семьи. Мы уже говорили недавно с Рашей Борезбевичем, я надеюсь, что этот проект осуществится, что у нас в городе появится центр, такой у нас они есть уже в епархии, такой поддержки социальный центр для мамы, особенно для женщин, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, в кризисной ситуации, где женщина могла бы получить и профессиональную юридическую помощь, материальную поддержку, да простыми продуктами питания, вещи. Сейчас уже это начинает осуществляться, но я очень надеюсь, что в самое ближайшее время такой проект нам удастся новый открыть в нашей любимой республике. Чтобы понять, что такое епархия, это нужно посмотреть на такую, на большую семью. Вот когда все мы знаем, что называется, своего отца, к которому приходим и не только с просьбами, но с какими-то там заботами, с просьбой какого-то, дать совет и поддержать в чем-то. И все наши общины объединены как раз в такую большую семью. Да, епископу, мне дается, как само слово епископ означает, назиратель, но мое право как раз назирать, чтобы вовремя, если это необходимо, утешать, поддерживать, вовремя реагировать на какие-то современные вызовы. Одним словом, чтобы наши общины не были одинокими. И вот это самое, наверное, радостное чувство. Мы все вместе. Продолжение следует...